Новые данные появились в распоряжении следствия, которое занимается резонансным делом убийства Павла Шеремета в Киеве. На них предположительно зафиксирован момент закладки машину, на которой ехал журналист взрывного устройства. И сегодня же в украинской столице простились с погибшим. Траурная церемония завершилась около часа назад. Пришли сотни людей. Похоронят журналиста на родине в Минске. Из украинской столицы с нами на связь выходит Алена Германова. Алена, вам слово. Алена, добрый день. Все эти дни после убийства в Киеве активно говорили о том, что у следователей есть некая видеозапись, на которой запечатлен момент закладки взрывного устройства. Но эту информацию не комментировали. Буквально незадолго до включения в интернете появилась эта видеозапись, на которой зафиксирован сам момент закладки взрывного устройства. Предположительно, это произошло в ночь накануне убийства. Кто этот человек на кадрах? Пока эту информацию никто не комментирует. Официальных заявлений от полиции вообще все эти дни не было. И известно только то, что все эти кадры сейчас изучают не только украинские полицейские, но также сотрудники ФБР, которых лично пригласил помочь в расследовании президент Порошенко. Тем временем местные СМИ уже обратили внимание на некоторые детали этого взрыва. Я имею ввиду ту видеозапись, которая появилась в первой видеозапись самого момента взрыва. Так вот, на ней обратили внимание на странное поведение одного из прохожих. Видно, как он резко остановился после пешеходного перехода, словно дожидался автомобиля Шеремета и не сразу обернулся на взрыв. Впрочем, представители следственной группы эту деталь пока не комментируют. Был ли это тот самый человек, который привел в действие взрывное устройство или обычный прохожий, пока не ясно. Есть также в интернете уже появились фотографии с осмотра автомобиля. Видно, что со стороны водителя образовалась огромная дыра. Уже известно, что именно в этом месте находилось взрывное устройство мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Причем, предположительно, взрыв был направленного действия. Если бы в автомобиле помимо Шеремета находились пассажиры, никто, кроме водителя, не погиб бы. Часть украинских экспертов заявляет, что, скорее всего, работали профессионалы. Убийство тщательно готовилось, а сам взрыв, по версии следователей, был приведен в действие с расстояния, возможно, с помощью мобильного телефона. В тот момент, когда убийцы убедили, что за рулем нужный им человек. По словам украинского премьера, который сегодняшнее заседание Кабмина начало с минуты молчания, правоохранительные органы и днем, и ночью отрабатывают все версии убийства. Их отмечу уже шесть, правда, озвучивают только четыре версии. В первую очередь, отрабатываются версии, связанные с гражданской супругой Шеремета. Не исключено, что покушение было... убить хотели именно ее, так как автомобиль принадлежал ей. Также отрабатывают версию пресловутого российского следа, отрабатывают версию личной неприязни. И, возможно, также поводом для убийства могла послужить профессиональная деятельность журналиста. Напомню, Павел Шеремет начал свою карьеру, журналистскую карьеру, еще в 90-х в Белоруссии. Был собственным корреспондентом УРТС. Затем, после скандала с президентом Лукашенко, когда Шеремета осудили за якобы сотрудничество с иностранными спецслужбами, переехал в Москву. Вел итоговую программу на нашем канале, делал документальные фильмы. Потом начал сотрудничать с другими российскими СМИ. Последние пять лет жил на Украине, здесь, в Киеве. Он был исполнительным директором интернет-издания «Украинская правда». Вел авторские радиопередачи. Погиб Павел Шеремет в эту среду. В то время, когда он отправился на работу, произошел взрыв. Алена. Алена, и как проходила церемония прощания с Павлом Шереметом? Известно, что пришло много людей. Алена, прощание с Павлом Шереметом началось сегодня в Киеве в 11 часов в Конгресс-центре «Украинский дом». Траурная церемония закончилась примерно час назад. Попрощаться с журналистом действительно пришли сотни людей, зрители, слушатели, коллеги. Было много политиков рядом с гробом. В первом ряду родные и близкие Павла Шеремета, в том числе его гражданская супруга Алена Притула. Это на ее машине, напомню, в тот день ехал журналист. В конце траурной церемонии в зале появился и президент Украины Петр Порошенко, который выразил соболезнования родным. Но от каких-либо публичных заявлений Петр Порошенко отказался. Уже сегодня вечером тело Павла Шеремета перевезут в его родной город Минск. Траурная панихида пройдет там завтра в храме всех святых. Похоронят журналиста на северном кладбище белорусской столицы рядом с отцом. Алена. Алена Германова из Киева, где сегодня прощались с погибшим журналистом Павлом Шереметом. Алена Германова из Киева, где сегодня прощались с погибшим журналистом. Продолжение следует... Продолжение следует...